Друзья, как я уже говорил, что по милости Божией, это мне милость, ну и всем, кто со мной на одной волне, нашелся храм в Москве в МГТУ имени Баумана. Храм древний, ему 200 лет, но, естественно, он был закрыт в 18-м году XX века. И сегодня, в понедельник Великого Поста, 1-й, 18-го марта, будет первое богослужение в нем. Он находится в помещении, которое уже готово с ремонтом, но там нет ни алтаря, ни утвари. Поэтому это вот как раз наш случай, когда мы можем сделать добро и нашими усилиями совместными этот храм вообще открыть для литургических богослужений. Но пока там проходят богослужения, которые не требуют алтаря, как я уже говорил. То есть это сегодня будет Великое Повечерие с чтением канона Андрея Критского и все дни, в которые это положено. А в пятницу уже будет там молебен, что-то такое уже, точно не знаю. Но, в общем, идут службы и будут регулярно. И я надеюсь, а вдруг мы к Пасхе успеем. Конечно, это невероятно, алтарь сделать. Но, в принципе, люди откликаются, и это радует. И вот сейчас я оплачиваю. Пришел человек, который значительную сумму пожертвовал, и я оплачиваю вот это вот. То есть это у нас старые заказы здесь висят, а вот это уже старые, которые мы еще для храма скоропослушницы. А вот это вот мы сейчас будем оплачивать. Это чаша для водосвятного молебна, для водосвятия, которые как раз будут там служить. Я, как уже говорил, что каждый молебен на этой чаше – это молитва за тех, кто помогал ее купить. Даже если мы не знаем имена, Бог их знает. Но в данном случае некоторые имена мы знаем, и я отправлю их к батюшке. Сейчас мне прислали письмо. Так что, слава Богу за все, что люди откликаются. Но еще нам предстоит много всего приобрести в этот храм. Вот в частности, вот это вот облачение сейчас тоже придется мне оплатить, чтобы уже священник был в этом облачении. Это на Великий пост в черных цветах. Вот он сам выбрал по размерам, по ткани, потому что вариантов тысячи. Ну, вот такой вот мы приобретем сейчас. И еще он просит приобрести аналой. Там порядка 17 или 18 тысяч, который тоже совершенно необходим. Сдержалка для кадила совершенно необходим. Поэтому вот это тоже мы сейчас сделаем. И это все благодаря вам, и, как я уже говорил, все, кто жертвует мне на развитие канала. Все участвуют и в этом добром деле тоже. Ваши имена все записаны у Бога. Но если кто-то значительную жертву приносит, не поленитесь, напишите ваши имена. Хотя любая жертва значительная. Каждое благодеяние ваше, оно участвует в этом. И, знаете, если какой-то одной ниточки не хватает, то облачения не будет. Так и здесь. Каждая ниточка важна, друзья. Благодарю вас за то, что вы откликаетесь. Мы себе нашли дело на Великий пост, как мне пишут. В самые ближайшие дни, в течение ближайших двух недель. Я приеду в этот храм и сниму там все самое, покажу. И еще хочу сказать, что там служит вот этот священник, у которого семь своих детей. И который взял детей под опеку своей покойной сестры. И теперь у него их 12. Среди них и совершеннолетние, и школьники. И поэтому этот человек, который весь в молитве, хороший, благодарный, честный, правильный. Уже сказал добрые слова, когда вы помогали. Когда я его анонсировал первый раз. Сказал, что это дает возможность. То есть, это вот каждое то, что вы сделали для него и для меня. Все это складывается в единые какие-то большие дела и дает какие-то возможности. А соответственно и молитва за всех вас, друзья. В этом храме тоже будет идти вечно, сколько он будет служить. Я очень хочу, чтобы мы как можно быстрее помогли его открыть. Ну а вдруг даже и к Пасхе получится. Хотя, конечно, почти невероятно сейчас. Там можно престол, облачение на престол. Все богослужебные предметы. Ну вот потихонечку начнем с самого главного, с самого необходимого. Всех вас обнимаю. Благодарю за помощь. Всем добра. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Переживали многое, переживем и это. Вы поняли, о чем я. Будем делать добро. Это единственное, что можно сделать, получая радость и путь ко спасению. Ну, как мне кажется. Скоро будут новые видео о храме, о том, что мы приобретаем. Ну и о чем-то другом тоже. Благодарю вас за вашу поддержку еще раз. Земной поклон. Моя недостойная молитва за всех. И молитва отца Димитрия, которому мы все это помогаем приобрести. Субтитры сделал DimaTorzok